слава богу слава иисусу христу доброе утро братья и сестры всех приветствую кто подключается кто подключился именем господне приветствую доброе утро всем всем святым радоваться всем святым радоваться аллилуйя аллилуйя спасибо тебе господь это доброе утро благослови господь этот эфир благослови всех братьев сестер боже благослови сегодня нас в этом хлебопреломление ты наш хлеб живой господь и мы с тобой одной крови ты и я спасибо тебе господь святошалом пишет святослава богу да место писания я обозначил здесь уже 1 коринфянам 11 до 19 ибо надлежит быть и разномыслие между вами дабы открылись между вами искусные вот это слово разномыслие как ересь буквально звучит это слово с греческого вот и как течение как направление что ли разным направлением то есть надлежит быть да вот здесь объяснение какой смысл вот именно в каком смысле ересь то с греческого то именно если с оригинала это выбор направления мнения о вот так вот выбор направления мнения да потому что в разных смыслах слов это слово употребляется так что друзья шалом шалом галина пишет шалом приветствую вас всех братья сестры дорогие друзья друзья церковной реформации доброе утро всем братья сестры аллилуйя слава тебе господь слава тебе и хвала боже благословен орлах серьезно и пресно во веки веков у-у-уми-у-у Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже всемогущий, благословен Господь, благословен Ты Бог наш, отныне и вовек, аминь, аминь. Благословляю всех вас, братья, сестры, благословляю сегодня это хлебопреломление, причастие, размышления, с Пасхой всех поздравляю. В библейском календаре Пасха продолжается, в западном католическом календаре она вот только начиналась, только началась. И в православном нашем календаре, старом календаре, она еще, будем так говорить, еще неделю. Как раз православная Пасха, церковная Пасха православная, она сразу после завершения библейской Пасхи, так получается, да. Потому что мы до субботы самой хрустим мацой, опресночные дни наши, да, вот опресники, маца, праздник мацы. В общем-то, да, Пасха имеет даже такое наименование в Библии, интересно, наименование, как именно праздник опресников, праздник опресников. Вот, и, да, хрустим мацой, значит, всю неделю до самой субботы. Вот, но сразу после завершения библейской Пасхи начинается церковная православная Пасха. Я уже говорил уже не раз уже об этом, почему вот такое недоразумение, почему позже, всегда, после уже того, как окончается библейская Пасха, библейские праздники опресников, начинается православная церковная Пасха. Это из-за антисемитизма, из-за гордыни. Вот то, о чем Павел предупреждал, привитые ветви, значит, римлянам в частности, да, значит, и вообще язычникам для Гоев, очень важное слово, что привитые ветви, дикие ветви, да, привитые к природной маслине, чтобы не гордились, но боялись. Но, к сожалению, так получилось, что как раз в истории перестали бояться и начали гордиться как раз. Как раз и гордость, и отсутствие страха Божьего, все это повлияло как раз на то, что вот, ну, то, что Майму, это еще Майму, и есть то, что у нас есть. Но вот преодоление этого, это, конечно, очень-очень непростая вещь, преодоление вот этих многовековых таких, знаете ли, уже проблем, пустивших так глубоко корни. Но выход есть, выход есть, это наш Спаситель, Господь, Иисус Христос, потому что Пасха наша, это Сам Иисус Христос, Он заклан за нас, Аллилуйя. И сегодня возвещаем смерть Господню, смерть Господа нашего Иисуса Христа, слава Тебе, Господь. Возвещаем всему миру, Аллилуйя. Вот, и Господь, Он может из кулича нашей греховности совершить, сделать Пасху, да, вот такую истинную Пасху, сделать мацу своей праведности, из той ложной языческой Пасхи сделать истинную свою Пасху. Потому что закваска, квасная, да, ассоциация в Библии, значит, ну да, прообраз порока и лукавства, как апостол Павел пишет. Вот, и Иисус говорил ученикам также беречься закваски фарисейской, судакейской, ирдовой. Да и вообще, и в Ветхом, и в Новом Заветах закваска, вот, означает как раз именно, вот, эту проблему лицемерия и прочее. Гордыни, человеческое такое, отступничество от Бога. А маца, опреснок, это вот как раз символ, знак, возвращение к Богу, покаяние, исправление мира, тикун и лам, да, вот маца, это, в принципе, это очень хорошая иллюстрация вот этого тикун и лам. Тикун и лам, то, что называется в Израиле, в иврейской традиции, исправление мира. Спасибо тебе, Господь. И вот касательно исправления мира, как раз тикун и лам, как раз апостол Павел-то и говорил-то, коринфянам в послании, что очистите старую закваску вашу, потому что Пасха наша Христос заклан за нас. Вы бесквасны, безквасны. Бог нас видит вот такими. Даже если ты поднялся куличом до небес, значит, и весь такой из себя горделивый, все равно, брат, сестра, Бог тебя видит вот таким. Бог тебя видит, вы бесквасны, так как Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому, неважно, какие там грехи, значит, распирают, да, значит, неважно, что там, какая закваска там фарисейская, там, саддукейская или иродова бродит. Вот, важно, что Бог нас видит вот такими. Видит нас пресными, по-настоящему. Это вкус Божий. Да, действительно, это стоит сегодня многих, многих, не знаю, весь хамец этого мира, все, все квасное, все прекрасное этого мира, никогда не сравнится вот с этим бесквасным, простым, казалось бы, пресным, казалось бы, обыденным. Да, маца, простая маца. Вот. Слава тебе, Господь. Потому что Бог нас видит бесквасными, и, взирая на славу Божью, мы видим, что мы видим? Мы видим Христа Иисуса, да, отображение, как в зеркале, взираем на славу Божью. И видим, Бог нас видит вот такими, оказывается, да, оказывается, видит Он нас, как Сына Своего Иисуса Христа. Да, видит, оказывается, как совершенными. Глаза любви, они всегда видят объект любви совершенным. Глаза любви. Вот, потому что, знаете ли, вот если мы все земные человеки, да, несовершенно, но когда человек с человеком, они сходятся, когда влюбляются друг в друга, да, то они видят друг друга совершенными. Хотя, да, даже несовершенство всевозможное, да, друг в друге, они видят все равно, ну, скажу так, как ничто. Видят друг друга совершенными. И наоборот, даже если нет этой любви, то даже люди, ну, от каких-то достоинств даже друг друга раздражаются даже. Вот, а когда любят, то даже и несовершенства какие-то там им кажутся, ну, чем-то милым. Вот, как там кто-то писал там, да, если любишь, значит, да, значит, то даже тараканы в голове возлюбленной кажутся божьими этими коровками. Что-то такое, я не помню дословно там, я как-то там просто прочитал в ленте. Надо было сохранить. Интересная мысль такая-то интересная. Ну, короче, короче, если любишь, значит, человека, да, значит, то даже в ее голове, значит, тараканы кажутся божьими коровками. Вот так вот. И представьте, Бог нас как любит. Он любит нас намного больше, чем мы можем себе представить. Намного больше. Слава Богу. Роман пишет, да, шалом, другому братству, мир, любовь и надея. Наша, Господи, Иисусе Христе. Аминь, аминь, аминь. Да, слава Богу. И сегодня молимся, вот как раз именно глазами любви взираем на славу Божью. Аллилуйя. И видим, начинаем видеть себя тоже глазами любви, глазами его глазами. Потому что Слово Божье, оно открывает нам. Слава Божья открывает нам истину. Истину, а правда, она вот такая. Это любовь. Потому что Бог есть любовь. И Бог во Христе примирил с Собою весь мир. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот этот твой образ. Взирай, хрусти мацой, размышляй. Эти дни все опресночные. Продолжаются дни опресночные. Сегодня 16-е уже Ниссана. Ну, 21 апреля по гражданскому календарю 19-го года. А по библейскому исчислению сегодня уже 16-е Ниссана. И мы, в общем-то, продолжаем хрустеть мацой и размышлять о Славе Божьей. Размышлять о Таинстве, о Пасхе. И о том, что действительно, вот как никакими нас Бог видит. Идеальными. Идеальными. Бесквасными. Бесквасными. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Никакие бессвиты этого мира не сравнятся, Господь, с тем, какими ты нас видишь. Никакие куличи этого мира, куличи греха, куличи беззакония, безбожия, куличи гордости, куличи похоти, куличи всякого греха, не сравнятся с праведностью мацой твоей праведности. Потому что закваска, Господи, да, действительно, это образ суеты, образ гордости, похоти. Но, Господь, маца, опреснок, знак чистоты и истины. Спасибо тебе, Господь. Помоги нам на протяжении всех этих дней опресночных. Значит, есть мацу, хрустеть мацой и размышлять, Боже, действительно погружаться в твою любовь, в океан твоей любви. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Сегодня, братья, сегодня здесь, в Киеве, буду говорить как раз тоже вот, ну, в этом русле как раз. Хорошо, друзья, ладно, сегодня совершаем причастие и в харистию хлебопреломления мацой, да, все эти дни я совершаю мацой хлебопреломления. Сегодня у меня есть вот виноградный сок, плод виноградной лозы, баре при агафен, на еврейском так мы говорим обычно, да, то есть плод виноградной лозы, мы говорим, плод виноградной лозы. И все дни опресночные поднимаем бокал, прилавляем мацу и, знаете, вот размышляем, рассуждаем о великом таинстве теле и крови Господа, потому что это наше спасение. Оказывается, вот, вот оно что. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Одну историю расскажу. Давно уже она была. Я еще служил тогда традиционным православным священником в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Начало 90-х были еще. Вот, и потому что до 96-го года я был не реформатором, не обновленцем, а вот в такой, к сожалению, такой был канонической православной церкви Московского Патриархата. И, к сожалению, да, вот были годы моего такого, знаете ли, застоя и деформации. Вот, но тогда происходили некоторые такие очень важные моменты в моей жизни. Бог учил. Бог учил через простых женщин, простых бабушек, моих прихожанок. Вот, часто. И в 91-м, 92-м годах я служил на одном приходе в селе, в Рязанской области. Вот, и там, значит, группа женщин из этого села, Богородицкий, Милославский район, да. Вот, они ездили в Милославку, как раз вот, в райцентр. Ездили на этот, как называется, ну, рынок там их, да, рынок. Вот, и эти женщины, ну, они бабы называют там друг друга. Вот, значит, эти бабы, они возвращались с рынка. Вот, и обычно каждый раз там что-то там, ну, привозили, что-то, какие-то рассказы, короче. Какие-то, рассказывали какие-то события. И вот в тот раз был такой случай, значит, там баба Катя была такая жива, Юшина. Вот, значит, она там, ну, такая, бой баба такая, заводила такая. И она, значит, она рассказала там, ой, значит, на рынке событий было какое. Девочку нашли. Маленькая девочка плачет, орет, плачет. Ну, короче, бабы окружили мы ее, говорит. Ну, мы, конечно, они по рынку походили, но в основном все с ней провозились. Вот, значит, искали ее маму. Она, эта девочка плачет, мама, мама. Короче, мы весь ребенок обошли, туда-сюда, значит, там, спрашиваем, чья девочка, кто видел маму ее, кто может помочь, откуда она, с какого села или отсюда, с райцентра. Короче, а уже, уже скоро автобус, уже, значит, в село возвращаться. И, значит, ну, и те женщины, эти говорят, ну, короче, надо ее в милицию уже сдавать, девочку эту, потому что, ну, мы же возвращаемся в село. Пусть уже милиция занимается, ищет родителей, маму ее. Вот, значит, и, и только они уже, уже все, уже помыслили, уже надо, как бы, уже сдавать ее в милицию, то, эту девочку, значит, и вдруг мама обнаруживается, выходит. Она, кажется, была там, там, ну, там, короче, возле рынка, это как называется, ну, питейное заведение, короче, там, где, вот, пьянки, гулянки. И, значит, и мамаша вышла оттуда, а, еще интересно, это баба Катя там говорит, значит, что, значит, ну, и они, мы спрашиваем ее, ну, какая твоя мама, мы хотя бы, значит, ну, в розыск сейчас ее, вот, так, ее по рынку быстренько пробежимся. Ну, и, короче, она толком ничего не может объяснить, эта девочка плачет, все, значит, и говорит, мама, она самая красивая, короче, самая добрая у нее, самая, самая, короче, ну, любая мама, короче, подает описание. Ну, толку не добьешься от нее, они поняли, вот, ну, и пора уже в милицию сдавать. И вот, значит, и вот мамаша обнаруживается, выходит, ага, красивая, добрая, вот, там, говорит, такая страшная ядерная война, вот, значит, и, и вот, значит, и она выходит с матюками, вот, пьяная, значит, и она, это, короче, девочка бросилась с ней, мама, мама, мамочка, обнимает ее. Она, короче, как ей, как подзатыльник, как треснула, эти бабы говорят, у нас аж затылки зачесались аж, вот, так звонко, так сильно шлепнула ее, вот, по затылку рукой, вот, что вот, короче, у нас это аж головы заболели. Вот, а девчонка ничего, она, значит, там уже, видимо, уже привыкшая, видимо, там уже, и, как бы, уже не первый раз все это, вот, значит, отбиты все там уже, вот, значит, короче, а девочка обнимает ее, целуется, значит, мамочка, мамочка, такая радостная такая, мамочка обнаружилась. Вот она, самая красивая, самая добрая, вот, это, да, страшная, пьянющая, вообще, значит, никакая, вообще, значит, там, рыжая рябая, какая-то косая, значит, и вообще, значит, ну, страшная будет, как атомная война, значит, но, вот, и она, значит, и она, вот, значит, красивая, самая добрая, вот, это, да. Короче, бабы, мы ехали и все обсуждали эту тему. Такую родину назвала красавицей, и такую злющую назвала доброй. А эти женщины, эти бабушки мне все рассказывают, а я там чуть не плачу сам. Значит, сижу, думаю, надо же, девочка смотрела глазами Бога на эту женщину, на свою маму. Действительно, знаете, глазами Бога Он такой, Он влюбленный, Он, ну как в миру говорят, безбашенный. Вот Он такой. Потому что если бы Бог был бы хотя бы немного поумнее, то Он бы не пришел на землю никогда бы. Если бы Он был бы поумнее нашим умом, имея в виду, по рассудительным нашим рассуждениям, имея в виду, Он бы никогда не пришел бы на землю, никогда бы не умер за нас, никогда бы подобное не совершил. Но слава Богу, что Он безумный. Бог безумный. Бог, Он просто божевильный, как вот в Украине говорят, божевильный. Бог, Он действительно, Его любовь, сумасшедшая любовь. Любовь не ищет своего. Она просто отдает. Она идет и делает. И нет больше той любви, когда отдает душу за ближнего своего. И сам Господь, сам Бог всемогущий, Он доказал эту любовь. Доказал на кресте и, знаете, и глазами Бога, даже если мы страшные, как атомная война, и злые до ужаса, и воплощение всяких грехов, мыслимых, немыслимых. Может, и Чикатило, и Сталин, и Гитлер, и Ленин вместе взятые вообще. Все равно Бог видит тебя. Граф Дракула, Маркиз де Сад, Чаушеско, Хошемин, Мао Цзэдун. Короче, возьмите любых всех тиранов, всех вместе, извращенцев, всех вместе соедините. Вот, все равно Христос видит вас, Бог видит вас глазами любви, видит вас именно на самом деле самыми красивыми, самыми добрыми, самыми, самыми, самыми. Вот, если бы Он так не смотрел, Он бы не смог бы совершить все, что Он совершил. Но любовь действительно не ищет своего. Он не искал своего. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе за все, спасибо, спасибо. Вот, и пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Вот такая она любовь. И размышляем, рассуждаем о теле крови Христа в продолжении этих дней пресночных. Вот, поздравляю католиков, протестантов там с Пасхой, церковной Пасхой, православных с наступающей Пасхой. Вот, всех чтущих Библию как Божье Слово с продолжающейся Пасхой. Вот, но самое-то главное, всех нас, всех-всех-всех нас, с тем, что наша Пасха сам Христос. Наша Пасха Христос, и Он с нами во все дни, до скончания века. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Молюсь сегодня вместе с вами, друзья. Благодарю Бога. За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя, Отец Папочка мой, Бог мой, Иегова Творец неба и земли Бог Авраама, Исаака, Израиля Аллилуйя Благодарю Благодарю Я тебя, Господь, Я тебя, Господь, люблю И за все Благодарю За Голгофу Благодарю Благодарю Тебя, Иисус Благодарю О Дух Святой За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Мой любимый Царь, Бог Богов. Спасибо Тебе, спасибо, 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 спасибо. Благословен Ты, Царь мой, Господь мой. Благословен, благословен, благословен. Благословен Ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. И давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, праведника, Спасителя нашего, Господа моего, утешителя, друга и брата, сверхъестественного освободителя, целителя, разрушителя дел дьявола. Благодарю Тебя, Господь, за тело, ломимое на кресте. Ломимое, так не переломимое. Кость его таки не сокрушилась. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, благодарю. За то, что Ты отдал свою жизнь за меня. Просто Ты действительно не ищешь своего. Боже, Ты действительно по-настоящему, не по-нарожку, а по-правдушному, Ты любовь. Спасибо. Спасибо, что Ты меня видишь чистым, безгрешным, как этот опреснок. Не видишь меня, как кулич греховности, а видишь меня, как мацу праведности своей. Благодарю, Господь. Ты самый хороший, Ты самый добрый, Ты самый красивый, Ты самый умный. Ты самый, 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 самый. Самый хороший, самый классный, самый, самый, самый. Спасибо. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы Благодарю Тебя за лозу земную Спасибо за вот этот прекрасный виноградный сок Спасибо Боже за то, что могу сегодня преломлять хлеб Имеет такую честь, возможность, спасибо Спасибо Но наипаче благодарю Тебя за лозу небесную Лозу великую О великий виноградарь, Бог мой, спасибо Спасибо Господь, спасибо Шульга, Евгений, мир вам, Сергей, мир вам Евгений, слава Богу, братья, сестры Примите, ешьте на здоровье Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его Он добр, никто не добр, как Он По сравнению с Ним, даже самый земной, самый наидобрейший добряк Он злой Ибо Мы земные отцы, если Будучи злые, можем даять Даяние благие давать детям нашим О, тем более Он Он благой по-настоящему Не понарошку, по-правдушному Он благой, добрый Добрый Бог, спасибо Спасибо, папочка Бог, спасибо Великий Господь, спасибо Ешьте, пейте, братья, сестры Радуйтесь Господь жив И мы живы Спасибо Спасибо Хлеб смирения, бедности, простоты Спасибо Спасибо За кровь твою Спасибо Спасибо, что мы с тобой одно Одно целое Спасибо 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 Господь Спасибо Спасибо Господь нашего спасения Великого исхода Великого выхода нашего Спасибо Свобода Свобода через кровь Христа Исцеление через кровь Христа Спасение через кровь Христа Освобождение через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Жизнь вечная, спасение, прощение Исцеление и освобождение Через кровь Христа Спасибо, Господь, спасибо Аминь, аминь Аминь Спасибо, Господь Я и Отец одно, спасибо Спасибо, мы с тобой одно, ты и я одно целое Одна кровь, одна плоть Я в тебе, ты во мне Спасибо Спасибо за любовь Аминь Братья, благоставляю вас Евгений написал еще, да, Шульга тоже Да благоставит Господь вас и крепит могуществом силы своей Аминь, аминь Он мой искупитель, творец всесильный Братья и сестры, будьте благоставлены Аминь, аминь Брат дорогой, благоставляю тебя тоже Благоставляю и всех Братьев, сестер, сейчас Кто, сейчас онлайн Кто-то есть, да Благоставляю всех вас Во имя Господне Вот, и знаете Ну и те, кто потом видео будет смотреть Тоже благоставляю всех Благоставляю свою семью сейчас Благоставляю священническим благословением Вот, и сейчас После этой утренней молитвы Да, вот, дай-то отрасляться Еду к себе Сейчас на служение На Клубскую Здесь, в Киеве Так что, с Киева всем привет Доброе утро всем Кто подключался, подключился Вот, и Киевляне, приезжайте на служение Или кто в гостях будет в Киеве В следующее воскресенье То же самое Я буду тему продолжать как раз Эту пасхальную И, значит, как раз говорить Вот, о разномыслиях и прочих О ересях Там, ну, все Спасибо тебе, Господь Спасибо Спасибо за все Спасибо Благоставляю сейчас свою семью Благоставляю супругу, детей Внуков, котов наших Все, наше благоставляю Во имя Господне Да благоставить тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам И благодать Да умножатца Аминь До встречи С Богом Шалом Мир всем вам С Пасхой Продолжающейся Или начавшейся Или начинающейся Наша Пасха Христос Аминь Аминь Аминь